В Флориде 80 лет Есть обычный календарь, есть календарь китайский А по диснеевскому календарю 2008 год Микки Мауса Каждый рабочий день прославленной мыши начинается в 8 утра Микки с другими персонажами идет к своим ликующим фанатам Тысячами приезжающим в парк Диснея во Флориде Чтобы сладко обниматься и сфотографироваться с живым мультиком Из всех волшебных свойств и достоинств Микки самое поразительное Его умение мгновенно превращать в детей всех, кто окажется рядом Мы с ним росли Мама очень любила эти аттракционы и привозила нас сюда детьми Теперь мы повзрослели, но до сих пор приезжаем сюда В семье Виллис дети повзрослели уже давно Но никто не удивляется, когда видят в этом детском парке взрослых без малышей Нынешние мамы, папы, бабушки и дедушки сами были несмышленышами Когда Микки в первый раз делал своей вечной подружке Минни предложение Я родился в 1957 году, а парки с Микки появились на пару лет раньше Хотя он сам возник в 28-м Получается, я знаю Микки всю свою жизнь Уолл Дисней нарисовал мышонка, скучая в поезде Кстати, вскоре он навсегда перестал рисовать своих героев И Микки доводили до ума помощники Диснея Хотел назвать Мортимером, но жена отговорила, слишком вычурно Первый мультфильм с Микки прошел в 1928 году никем не замеченным И только начиная со второго пароходик Вилли Микки Маус начал стремительно приобретать славу Через несколько лет Микки уже гремел во всем мире Кроме разве что Советского Союза и лагеря социализма Где в ту пору на него ставили идеологические мышеловки Его нарисовали в 130 мультфильмах Но с конца 50-х он на три десятка лет исчез с экранов При этом мышонок никогда не терял популярности Стал миллиардером и одним из символов Соединенных Штатов В гостях у которого бывают знаменитости и даже президенты Каждый в чем-то ассоциирует себя с Микки Потому что за эти годы он побывал в стольких ролях Поэтому он так и популярен во всем мире Любопытный инструктаж, который проводят для журналистов Микки вопросов не задавать Хотя можно пытаться сколько угодно, но он все равно молчит Сначала Микки в мультиках озвучивал фальцетом сам Дисней Потом артисты Теперь же они навсегда обрекают себя на безвестность Никто никогда не покажет и не расскажет Кто прячется за ульчевой, ушастой маской Это строго охраняемая тайна Если он участвует в каких-то кино или телевизионных проектах В титрах пишут Микки Маус А не допустим Джон Смит в роли Микки Мауса Так сохраняется целостность образа И трехлетний Джошуа верит, что он просит Настоящего волшебного мышонка Устроить вечером представление Микки Маус фантастический Он делает столько волшебных фокусов Может сделать салют и запустить О нем столько известный Всегда остается загадка Столько написано, но тема не раскрыта Все персонажи Диснея популярны Но почему именно Микки Маус стал легендой? Ответов много, исчерпывающего ни одного А окончательно ставит в тупик тот факт Что Олд Дисней всю жизнь терпеть не мог Ибо он боялся мышей Игорь Рискин и Максим Овлошенко Первый канал Орландо Флоридо Корректор А.Кулакова Второе Кострюм Корректор А.Кулакова Продолжение следует...